всем привет меня зовут талян я звукарь и сегодня мы поговорим на такую страшную тему как крест фактор если вы откроете в интернете загуглите что это такое там будет много умных страшных слов про какие-то средние квадратические значения по отношению к полезному сигналу так далее и в общем вы ничего не поймете сегодня вам покажу это на примере расскажу об этом простым языком и мы научимся сводить kick bass с помощью анализатора как раз крест-фактор потому что он нам как раз для этого и нужен в общем откроем проект уже сведенный и откроем такой плагин на мастер-канале естественно тонал баланс контроль и вот здесь вот мы можем наблюдать как раз вот тот самый страшный ужасный крест-фактор на самом деле смышленый человек догадается сразу что это такое вот здесь вот такой кирпич нарисован а здесь вот такая вот волна извилистая в общем так говоря все если говорить вот прям простым языком что такое крест-фактор если вот эта точечка смещая смещается в эту сторону то микс у нас становится кирпичным то есть у нас он становится плотнее он становится плотнее но он превращается в кирпич и теряется динамика микса если же точка смещается в эту сторону то микс становится слишком открытый И вовсе не означает, что она не может смещаться в эту сторону Или не может смещаться в эту сторону, она должна быть посередине Нет, в итоговом миксе у нас есть такое понятие, как ямы, правильно? Я, например, продюсер электронной музыки В электронной музыке есть ямы Как, в принципе, в любом другом жанре И вот в ямах эта точечка может смещаться в левую сторону Прямо до нельзя, переходя вот эту границу Но в целом она все-таки должна быть посередине Чтобы она была посередине изначально Нужно кик и бас, самые яркие акцентуальные инструменты Свести таким образом, чтобы она у нас была посередине Вот и все Инструментал у нас находится в средней части микса И он, как правило, на крест-фактор не особо влияет Влияет, но не особо, будем так говорить Это все-таки басовые составляющие Ну, кик, бас Поэтому... Сейчас Поэтому мы с них и начнем Давайте засолируем наш кик и бас Плохо, конечно, что здесь я не буду в онлайн-режиме Подбирать бас таким образом И кик таким образом Настраивать баланс их таким образом Чтобы эта точка была посередине Но я вам просто покажу сейчас, что она будет посередине у меня И мы послушаем, как звучит кик и бас Обычно я еще включаю ударные Ну, давайте, пока без них Послушаем Как видите, не идеально Но она практически посередке А здесь как раз место оставлено для инструментов и для вокала Вот такая вот у вас картина Должна быть при сведении кика и баса Если у вас точка уже уходит сюда До, так сказать, финальной компрессии Элементирования микса Это большая ошибка Она может уйти, приблизиться к этой границе Когда мы доведем наш микс до референсного, так сказать, звука До референсной громкости Там порядка минус 7, минус 6 лулс Она у нас может сюда сдвинуться После компрессии Но ни в коем случае не на этапе сведения В общем-то говоря, и все Я сейчас буду подключать инструменты, синты, вокал И мы увидим, что положение этой точки не изменится Более того, мы потом доведем микс до финальной громкости И положение точки также не должно измениться Заодно и проверим мое сведение Отца Я всю ночь буду тебя касаться Просто-просто-просто мне доверься Я буду в твоей жизни первый И если надо на дуэли Я докажу любовь на деле Ну, как видите, мы включили все абсолютные инструменты в нашем миксе И точечка так, как была на вот этом положении Чуть-чуть правее, да, от середины Если смотреть в сторону экрана Так она и осталась Вот здесь сейчас будет яма Давайте посмотрим, что будет происходить в яме с нашим крест-фактором Ну, мы видели, как он сместился, да В сторону открытого, так сказать, микса В котором не хватает низких частот Очень открытого прозрачного микса То есть вот это, запомнили, левая сторона Это очень открытый прозрачный микс Это очень плотный микс У нас должна быть как где-то золотая середина Вот эти вот А вот это, это границы Допустимые Финального микса Давайте сделаем, в общем, финальное лимитирование А то вы скажете, что когда я буду Увеличивать громкость, эта точка у меня сдвинется туда, да И микс станет кирпичным Я вам сейчас докажу, что ничего подобного не произойдет Если вы сделали правильное сведение Докажу и покажу Хочешь, отвезу тебя на танцы За тебя со всеми буду драться Потом можешь у меня остаться Я всю ночь буду тебя касаться Просто, просто, просто мне доверься Я буду в твоей жизни первой И если надо, на дуэли Я докажу любовь на деле Она, собственно, да Она чуть-чуть сдвинулась Но мы довели громкость практически до минус 6 лувс Но она не пересекла эту границу Как мы видим, на самом громком участке Она вот сдвинулась К границе правого края То есть это допустимое значение То есть это микс в пределах нормы Учитывая то, что это уже прям финальная громкость Поэтому Если вы правильно сведете кик и бас Если у вас крест-фактор Будет посередке При сведении кик и баса Потом у вас не будет такого Что вот эта точка пересечет Эту границу В общем-то Дело не в точечке Вообще, да Дело в музыке Вы правильно скажете Если это Если вы так скажете То вы будете правы Но дело в том, что Вот эти все анализаторы Они не зря придуманы Людьми И Когда вот эта точка Переходит Вот эту границу Микс уже звучит Слишком закомпрессировано То есть он слишком зажатый Что не есть хорошо Не очень хорошо слушается Поэтому все-таки Есть некие стандарты В которые должен вписываться микс Да, вы можете экспериментировать Да, может быть Такой момент Когда она вылезет Все-таки за эти границы Либо за эти границы Но В целом У вас микс Должен звучать нормально Вы это должны Понимать Как звукоинженер На этом все Спасибо До свидания Кому было полезно видео Ставим лайк Ссылка на паблик И на мой трек Вот этот Я оставлю в описании Ссылку Ссылка на паблик Ссылка на паблик